Пожалуйста, Петр Борисович, 20 минут, не больше. Спасибо. Название. Поедем, будем продолжать. Эта работа началась довольно давно. В нашей работе 1988 года. Мы тогда пытались посмотреть, получили какое-то такое образование на основе спиральной прогулентности. Значит, вот в результате этой работы было получено вот такие уравнения. Значит, спиральность, УПС, ну, видимо все эти параметры. Значит, эта система похожа на обычную конвекцию. И вот только имеется некая спиральная составляющая, которая обеспечивает, усиливает неусерчивость конвектива. Значит, эта система, как я написала, в терминах троидального и полоидального поля. Потому что задача нежимаемая, даже с какой-то нежимаемый задача. Компоненты скорости две. Ну, можно их выделить в виде скалярных компонентов, троидальных, полоидальных поля. Это просто удобно. Всего компоненты скорости две. Хотя, x, y, x, z, но обе компоненты имеют и радио-радиальных, и имеют все три компонента, x, y, x, z. Но всего их независимо, и их, поэтому уравнение два получилось. Ну, вот здесь приметы какие-то, мы в той работе еще приметы какие-то значения, да, параметров. Значит, ну, вот мы дальше делаем что? Исключаем троидальное поле. Система линейная получилась. Она была получена дальше и не линейная. Тут много было делаем, как будто таких сделано. Задача была потом. А это самое было первое, поэтому я использую. Она самая простая получилась. Вот, дальше. Значит, стационарное уравнение. Переписано в терминах только горизонтальных перемен. Значит, поскольку мы делаем в духе конвекции, ставим граничные условия, значит, сверху и снизу свободные, ну, как в свободных границах условиях для конвекции. Она максимально приближена к конвекции. Вот, и поэтому в таких условиях, значит, азимутальная скорость, азимутальная координата циклическая, значит, остается только в зависимости от равности. Вот, и поэтому, значит, уравнение становится обыкновенным. Исключение тороидального поля приводит к одному равну тороидального поля. Вот, оно, это скалярная величина. Дальше стоит, да, вертикальную компоненту. Мы, значит, предполагаем, как и конвекции терминаеметрические. Очень просто. Вот, вот, дисперсионное соотношение, и сразу получается число релея рабочего. И вот такое число релея, спирально, так сказать. Ну, отсюда сразу можно приближенно получить приближенное соотношение при малых спиральностях. Ну, и понятно, что переход. Можно также сделать при малых, при малых, при малых, при малых числах или больших градусов. Ну, получается вот, да, получается вот так, что мы можем найти минимум этой кривой, и получается, что, ну, получается, что, ну, получена граница, потому что минимум, что в чем-то. Вот. Вот такие графики. Самый верхний график, это обычная, значит, графика для обычной компонентации. Число релея как кучевого числа. При маленьком значении спиральности какого-то, видно, что минимум смигается немного влево, в сторону меньших половых числов, то есть больших размеров. И, значит, вот это вот функткир нарисовано приближенное значение прямовых, прямовых, прямых, этих, при малых, этих вязкостях, прямовых спиральностях. Ну, понятно, что он где-то обрывается, потому что, прям, если бы, обычный, в обычную числу релея уходит в бесконечность, поэтому, конечно, прямого, прямого значения, поэтому, конечно, будет обрываться. Но не так можно для любой так нарисовать. Увеличиваем спиральность, мы упираемся в какое-то конечное значение. Кривая упирается в возле. И при каком-то значении, вот то, которое было при диаграмме, таким жирным цветом нарисовано критическое значение. С этого момента конвекция, если конвекция имела много ячейок, то эти ячейки при увеличении спиральности увеличиваются в размер, но все равно их бесконечно мало. Но если достигли вот этого критическое значение, то ячейка остается 1. Размеры, естественно, бесконечно. Ну это, конечно, если так вы написали, то надо какие-то ограничения. Следите за ограничением. Понятно, что моря у нас не бесконечных размеров. Та область, в которой мы имеем спиральность, мы предполагаем, что спиральность везде находится, теоретически. Но она же где-то ограничена, и подогрев где-то ограничен. Ну, конечно, поскольку только зависит от радиуса, будет стать и таксиатом симметричным. В этом случае будет, эта ячейка будет занимать весь предоставленный ей, все пар станции предоставленное ей. Ну вот, спиральность. Ну, все знают, как спиральность выражается. Давайте ее оценить. Ну, значит, вот спиральность обычно вот этим вот интегралом выражается. Но, если говорить о спиральности конкретного физического какого-то объекта, то этот интеграл зависит от размера этого объекта, который мы рассмотрим. Поэтому нужно поделить на объем, естественно. Тогда получится как бы не спиральность, а плотность спиральность. То есть мы должны говорить о плотности спиральности, потому что иначе объем, какой объем такой, какая спиральность. Сейчас мы будем говорить. Значит, думать о целях спиральность. То есть само вот это выражение. Вы, наверное, говорите. Ну, поскольку мы предполагаем спиральность турбулентной. Если это спиральность турбулентности, то нужно обратиться в турбулентную ясность. Ну, конечно, спиральность обусловлена сильной кариолизой на земельных пределах земли. Ну, поэтому без силы кариолиза земли не обойдется. Значит, приходите. Ну, и размер нашего образования. Только радиус и высота. Слова нашего. Ну, слово, как приедем. Числово. Слово, значит, насилия. Ну, вот мой расчет показывает. Ну, вот это, например, шестой метод. Не только секунду падает. Размер на спиральность. Такая, как ускоренная. Ну, вот такой, например, К большое из-за К. Это критическая. Это, это размер, это волновое число вертикальной сфотографии. Он имеет, ну, из конъективной задачи для сознания, он имеет такое значение. И отсюда получается, что критическое значение спиральности, при которой возникает одна ячейка, вот такой, ну, это безразмерно. Ну, а если учить учить наше, ну, как я вам показывал, размерное число ускорения у нас, здесь у нас второй метод, если будем подать, то оценка, вот это вот критическое значение спиральности размерное, вот такое, видно, что оно превосходит то, что нам дает оценка для атмосферной спиральности. Ну, значит, что дальше? Дальше, значит, получилась такая... Мы, когда делали эту задачу, Мы старались рассмотреть неустойчивость какую-то, ну, тайфун, конечно. Мы пытались найти крупномасштабную спиральность. Мы пытались найти тайфун. И мы считали, что спиральность, она есть, и она какая-то, и для ее достаточно, и получается тайфун. А вот, когда тайфун получится, ведь это же явление какое-то, оно тоже может иметь какую-то спиральность. Это сам тайфун. Чему равна спиральность тайфуна? Можно такой опыт сделать, правда? И можно ее оценить. Вот об этом как-то не я, не мои руководители, когда я был еще, когда это все делал, не подумали. И вот сейчас я вот подумал, что это бы неплохо было бы сделать. Взять какой-то тайфун и посмотреть, какая у него реально получается спиральность. Оценить. Значит, ну, а тут такая получилась вещь. Что? Почему так никто не сказал? Потому что, да, делают спиральности различных физических явлений. Имеются такие работы. Например, спиральность. Она имеет спиральность. Естественно, спиральность. Спиральность спиральность. Почему равна? Значит, какая работа есть? Был такой. Была. Есть, конечно, такой сотрудник. Курганский. Он работал вот фауз. Сейчас я уехал за выбор, по-моему. Была такая работа. И другие были на работу тоже. Это можно делать. Вот для тайфуна. Почему никто не делал? Казалось бы, это же так просится. Но дело в общем. Нету-нету моделей тайфуна. Нет. Нельзя подключить. Использовать модель какую-то тайфуна, чтобы теоретически. Эксперментально можно, но эксперментально нельзя ничего обеспечить. Нужно теоретически обучить решение. И такая вот модель оказалась вот так. Которая к этому пригодна. Как будто только вот эта. Поэтому я ее использовал, естественно. вот это уравнение. Я переписал в таком виде. В виде уравнения шредника. Оно похоже на уравнение шредника. Оно переписано в таком виде. Это уравнение шредника, который выше. Уравнение шредника. Потенциал Wb это какой-то… Вся зависимость от координат оказывается в этом потенциале. И он отвечает либо за спиральность, которую там… Какое-то пятно спиральности, в поле которого возникает этот тайфун. Либо подогревы, как мы говорили. Ну или еще какие-то. Я выбрал простейшую форму этой спиральности. И такое уравнение имеет явное решение. Это поленомолеграм. Функции для него. Это не поленомолеграм. Вот. Кстати, могу сказать, что я пробовал другие потенциалы. Найти явный вид решения не удалось. Это единственный уровень потенциала, который дал какой-то аналитическое решение. Ну теперь я должен сказать что-то про функцию легера. Эта функция легера подчиняется такому работе. Подчиняется и подчиняется. Дальше делается так. Берется… Значит, ставится экспонентом и умножается на нигли поленок. Зетатекс. И это… Вот. Уже зетатекс выражается таким вот уравнением, который имеет решение в виде уже поленомолеграм. Ну, замечательно. Значит. Эти поленомы мы можем записать в виде поленом. В таком виде, большомерном виде. И получается для коэффициентов регуриентного соотношения. из этого уровня. Значит. Дальше произносится такая вот вещь. Что? Если мы хотим… Значит, это поленом и экспонентом. Экспонент – это тоже поленом. В общем-то. Бесконечный. И поленомолеграм тоже бесконечный. Так что, когда они перемножаются, не факт, что будет ограниченная задача. А нам нужно, значит, краевая. Мы хотим получить ограниченную задачу. По вертикали она у нас задана, ограниченная. В относительном тревендерической функции. По горизонтали надо получить. А это функция легера. А она не факт, что она будет ограничена. Чтобы она была ограничена, произносится такая вот вещь. Чтобы поленом был ограничен, функция легера была ограничена, и нужно, чтобы поленом обрывался. Тогда, конечно, экспоненты его задают. Понятно. И тогда все будет хорошо. И произносится вот такие вещи, и есть все, что нужно. Чтобы старшие человека были долевые, нужно потребовать, чтобы какой-то один из коэффициентов этого сравнивали. Так что получается такое соотношение. Вот так вот находится, ставится и решается кровать задателя для функций легера. Вот. Ну вот это вот. Мы выбрали какие-то значения конкретные. И для него получилось вот такое решение. Это график потенциала полоидального поля. Вот так. Значит, из него, глядя на него, я могу, значит, что сделать? Я могу получить полоидальное поле. Я могу взять от него ротор, и получится полоидальное поле. Я имею в виду вот такую. Вот. С таким вот уравнением, с таким вот потенциалом. Вот. теперь надо найти тороидальное поле. Вот в этом месте всегда вот такого вот задачи упираются в эту проблему. Большую, но тем не менее. Значит, вот эта система уравнений, которая была у нас. И мы исключили тороидальное поле, получили уравнение для полоидального поля и улучшили все такое. Но там же было тороидальное поле. Оно было вот так вот. Стационарное поле. Вот уравнение стационарного поле. Стационарного поле. Значит. Теперь это уравнение есть неоднородное уравнение при известном как профиле полоидального пола. Это было не цело полоидального пола. Оно решается методом неопределенных коэффициентов, как все знают. Выписаны эти коэффициенты, но некая возня, значит, и получается эти коэффициенты с помощью, внизу, в виде интеграла через эту лагер. Ну и, на самом деле, там тоже от лагера что-то. Поэтому вот такие коэффициенты, коэффициенты, как функции и радикс. Ну, это обычное дело. Вот так они выглядят, если поставить эту функцию, это решение для потенциала полоидального поля, получают такие коэффициенты. А вот это вот сам потенциал тороидального поля. Уже в подставке получился вот такой. Он, естественно, ограничен на бесконечности. Все с ней уже хорошо. И от него можно взять ротор и получить тороидальное поле. Не вопрос. Вот. А теперь у нас есть тороидальное поле и полоидальное поле. Полное поле скорости. То есть я могу взять одного ротора, умножить его на скорость. Скалярный получается. У меня вот такое вот выражение как функция радиуса. То есть у меня получилась зависимость спиральности. от радиуса. Ну, при тех тороиданном поле. Ну, теперь давайте его оцениваем. Значит, вот. Значит, вот. Так форма тоже минимальный. 10 тысяч. Мы один за размерами. Минимальный размер. Если подставить, получается вот столько метров в секунду. Ну, значительная величина по сравнению с теми, которую вот. Ну, вот. Старо. Да. Старо. Я, наверное, не в этом фоне, но если есть вопросы, то осталось. Спасибо, Петр Борисович. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие вопросы будут, коллега, у нас время есть еще? Можно просто как уточнить, потому что трудно, конечно, уследить так на всем. Значит, у вас получилось, что когда вы рассматриваете спиральность без тайфунов, да, то она намного больше или меньше, или меньше, чтобы превосходило там. Спасибо, да. Она меньше, да? Получилось вот что. Вы предполагали, я отвечу как. Просто, нет, я это говорю. Значит, получилось. А когда ты в тайфуне, то оказалось бы спиральность большая, выше, чем там. Спиральность тайфуна какая-то большая. Да. Потому что это тайфун, это... Но она выше, чем та кривая, которая у вас там была. Нет, это просто число. Она не выше, не выше. Это число. То есть, как число. Нет, ну там будет кривы в зависимости от спиральности. То есть, спиральность была с одной стороны, там и фото есть вот. Вы представили, как это? Это была спиральность мелкомасштабных ревелентных. Спиральность через мелкомасштабных движений, которые приводят к тайфуне. А это вот эта спиральность, как путь от разницы, только спиральность от разницы не зависит. Это просто число, как путь от разницы. Ну да. А это спиральность крупномасштабного образования. Спиральность тайфуна. Она такая. И она получилась намного выше, чем те мелкомасштабные. Естественно, потому что она зависит не от силы кореоруса, а от движения самого тайфуна. То есть, они не сравнили что-то? Что? Не сравнили? Нет. Получилось, что из кучи этих мелких спиральностей получается вот так. Ну, явление-то сначала ничего нет, потом потом появляется. Правильно? То есть, есть ли здесь времена? Мы все время рассматриваются стационарно. Я говорю, ну что-то к чему-то приходит. То есть, мы уходим от низкой спиральности маленьких, но многочисленных, да? И приходим к большой спиральности. Как бы при сложении они такое вот дают. Ну, сложение там, интегрированное. Не совсем не стало. Так, ну что. Давайте тогда уложим. Все.